Итак, на этой станции мы познакомим вас с тем, что такое дрон, для чего он используется и как он вписывается в нашу и школьную жизнь. На прошлой неделе погрузиться в школьные будни и посмотреть, чем живут школьники, смогли родители учащихся в Северноводской школе. Для них команда учащихся представила школьный опыт работы центра «Точка роста», а также для педагогов других школ Северного округа. Кстати, многие из родителей здесь видят именно своих детей в качестве полноценных участников мероприятия, которые являются и организаторами, и участниками, и ведущими, и волонтерами. У нас много задействованных детей. Они именно с удовольствием наблюдают за своим ребенком, которого они, наверное, видят с другой стороны. Приятно удивляются, да. Учащиеся продемонстрировали оказание первой медицинской помощи. Ведь сегодня кабинет ОБЖ оснащен специальными тренажерами-манекенами, которые имитируют тело человека и позволяют отрабатывать навыки удаления инородного тела из дыхательных путей и проведения сердечно-легочной реанимации. Приглашенные гости смогли окунуться в мир информатики, пройдя мастер-класс простого способа создания моделей машинного обучения. Потрясающе, да, что есть такая возможность нашим деткам наглядно все посмотреть, самим попробовать все это на опыте, на своем, не то, что где-то по телевизору нам покажут, а именно сами, своими ручками, ножками, головой все сообразить, посмотреть, показать. Родители побывали на современных уроках химии, биологии, пройдя эксперименты и опыты на новом оборудовании. Свершили путешествие с помощью очков виртуальной реальности, осваивали печать на 3D принтере. Как оказалось, не все родители знают о новых возможностях образовательного процесса. Для меня это тоже открытие, очень интересно, очень хорошо, что развивается наша школа. Спасибо всем, кто организует доступ к такое мероприятие, такие знания передают нашим детям. Ну, сейчас вот в данный момент нам показывали, как печатают на 3D принтере, я даже себе зуб захватил на память. Ну, очень интересно, спасибо всем. Вот зубик, зубик я захватил себе на память. Шахматы, тренажеры, фотоаппараты, видеокамеры, квадрокоптер и шлемы виртуальной реальности – все это неотъемлемое образовательное оборудование школ, где расположены центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Маргарита Русяева, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3». Если мы загрузим ей картинку, например, в собаке, она наставит... Субтитры создавал DimaTorzok